Проблема вакцинации от коронавируса стоит остро не только в мегаполисах, но и небольших муниципалитетах. Артемовский городской округ не исключение. Несмотря на все усилия врачей и средств массовой информации, население достаточно неохотно прививается от страшной болезни. Об этом шла речь на заседании общественной палаты округа, куда пригласили специалиста, который дал исчерпывающий ответ на накопившиеся вопросы. На базе нашей больницы официально у нас организовано два стационарных пункта вакцинации. Это пункт в поликлинике номер один в городе Артемовский и в поликлинике номер два в поселке Булана. Два наших стационарных пункта. Также есть отбилен передвижной пункт вакцинации на базе мобильного склячевского пункта. Это у нас есть мобильный медицинский комплекс на базе автомобиля КАМАЗа. На этом мобильном комплексе мы выезжаем в том числе и те населенные пункты, где нет фельдшерских пунктов. В частности, это отдаленные села Антонова, Пичур, Липино. Эти территории у нас вакцинируются мобильным медицинским комплексом. На 29 июня текущего года получили мы 7 895 доз вакцины против нормы коронавирусной инфекции. Практически в 100% случаев мы использовали эту вакцину. То есть вакцину не рвали граждан. Это 7 895 человек первым компонентом. И второй компонент у нас вакцинируемо 6 157 человек. Не все понимают, насколько тяжела стала работа наших врачей. И самое главное, насколько недооцененной простым населением. Я сказал в начале своего выступления о том, что функционируют у нас два пункта стационарных для вакцинации. Это постоянные кабинеты привычные. Но по факту вакцинация проводится во всех населенных пунктах нашего района. Там, где есть ФАПы, там, где есть общие врачебные практики, мы проводим вакцинацию обязательно. Вы все праздники используете? Все массовые гуляния используются? Ну, мы не только праздники массовые, какие мероприятия проходили, мы тоже это использовали, да. Но при наличии вакцины, установка правительства Свердловской области такова, что мы не имеем выходных дней. Наши, конечно, медицинские работники накануне вот третьей волны подъема нужно, конечно, ну, это, может быть, не осознается гражданами, но состояние медицинских работников, конечно, достаточно напряженное. Это совершенно не сравнить с тем, как медицинские работники себя чувствовали год назад еще. Потому что у нас действительно медицинские работники все замотаны. Буквально, таким словом, можно сказать. Работа вакцинации идет и суббота, и воскресенье. И общественные, опять-таки, проводились, тоже проводятся практически. Люди работают, ну, зачастую без выходных. Это касается как и в амбулаторной службе, так же касается и работы с госпиталью. Несмотря на широкую просветительскую работу, население зачастую не осведомлено о типах вакцин, их маркировке. Впрочем, как и о побочных эффектах. Ложная информация широко гуляет в соцсетях и по сарафанному радио. Что касается вакцин, которые у нас использовались, у нас в основном практически в 100% получили, за исключением одной поставки. Мы однажды получали лишь вакцину, кроме спутника ВИД. В основном это спутник ВИД. У граждан часто возникают вопросы. Были мы в Покровском, тоже на выездном мероприятии, который проводил комплекс медицинского социального обслуживания. Организовали вакцинацию, пришел пациент. Ему говорят, что будем вас вакцинировать спутником. Пожалуйста, приходите. Он пришел, читает на амбуле название ГАМКОВИДВАК. Он говорит, нет, это не готовится, мне нужен спутник. Так вот, спутник ВИД – это торговое название, это бренд вакцины. А название международное, которое есть, это и есть ГАМКОВИДВАК. То есть ГАМКОВИДВАК – это официальное название вакцины, торговое название – спутник ВИД. Изначально, когда спутник ВИД был еще в конце прошлого года, в начале текущего года к нам поступал, он имел ограничения по возрасту, которые на сегодняшний день сняты. И поэтому спутник ВИД этой вакцины мы вакцинируем все население старше 18 лет. К слову, необходимо сказать, что это единственная из всех вакцин, которые в Российской Федерации пока только официально запрещены вакцины. Это самая испытанная вакцина. По спутнику ВИД есть больше всего данных об иммунологической эффективности и создание иммунитета. Больше всего данных собрано, больше всего исследование проведено, и информация именно по спутнику ВИД была опубликована в авторитетных медицинских изданиях, в частности, в журнале «Ланцет». Поэтому вакцина «Спутник ВИД» считается наиболее эффективной и вызывающей меньше всего вопросов. По отремлечению по возрасту снятые считается, и по нашим наблюдениям это также подтверждает, что старшее поколение лучше переносит вакцинацию, чем даже молодые. То есть у молодых чаще бывает озноба, повышение температуры, головная боль. В течение первой и двойной после вакцинации у лиц старшего возраста такие явления чаще всего отсутствуют. Ну и, конечно, за всю историю, хоть и не очень большую, пандемию, которая есть в России, выделяется тем, что на второй волне у нас не было таких закрытий, как в европейских странах и других странах мира, благодаря чему у нас в России сформировалось достаточно много различных штаммов. То есть вирус мутирует. Например, Европа, в частности Германии, именно с сегодняшнего дня внесла Россию список стран, где есть вариации по коронавирусной инфекции. Поэтому у нас не просто в Европе, но не пускай потом установлены для нас двухнедельные карантины и прочее. И, к сожалению, ситуация в Российской Федерации складывается тем, что ежедневно бьются рекорды. И по количеству заболевших рекорды бьются преимущественные обстоятельства. В Москве, Санкт-Петербурге, это непременно придет и к нам. То есть такого количества заболевших, как в Москве регистрируется каждый день, не было за всю историю этой текущей пандемии. И, соответственно, вот и сейчас циркулирует по данным ученым, в основном для этого штамм. Это так называемый индийский штамм коронавирусной инфекции наиболее коварный. Считается, что он требует и больше антитела, которые требуются для защиты. И вот он имеет широкое распространение и проходит в Россию. В отличие от других стран, где это наблюдается преимущественно снижение общего количества в России, мы включаем новый день рост. Но вернемся к Артемовскому городскому округу и ситуации, которая сложилась в населенных пунктах муниципалитета. Вызывает у нас тревогу, что жители самых отдаленных сел, наши предположаемые жители сел Антонова и Печу, крайне мало вакцинированных, буквально единичных. Мы предлагали через главу председателя ТОМС Сергея Николаевича Ситникова организовать списки. У нас есть возможность приехать в эти села, но все-таки у граждан именно в этих селах почему-то негативное отношение к вакцинам. Надо выехать туда и кому-то, как-то там смотрим. В наш Печер там бывает два раза в неделю, тоже стараются проводить работу. Два раза в неделю у нас по графику там выезжает на мобильном комплексе Печер. Приглашаем их на украшение, давайте через главу обращаясь. Потому что надо понимать кучи и заболевания людей. Конечно, у них риски не очень большие за несение инфекции, но рано или поздно инфекция туда придет. Но вот эти расстояния 40 километров в одну сторону, 40 километров в другую сторону вернутся. 80 километров, если на одного пациента. Это, конечно, очень усложнит не только оказание медицинской помощи людям, которые проживают в этих отдаленных территориях, но в первую очередь это негативно скажется на других гражданах, которые живут в том числе в городе Артемовском. Потому что транспорт будет накручивать десятки километров для оказания помощи с отдаленных территорий. Слово сказать, в селе Липино совершенно иная ситуация. В селе Липино очень активно население вакцинировалось. У нас там, наверное, самые высокие показатели вакцинации на уровне всего района. Если район там 20%, в Липино практически 50% по нашим данным людей вакцинировалось. Но он в Липиночу нас очень требует. Между тем, врачи подчеркивают, сил и средств, в том числе техники, хватает. Мало того, все проходящие лечения на дому получают специальные лечебные наборы абсолютно бесплатно. Тем не менее, лучше предупредить болезнь и своевременно вакцинироваться, избавив от опасности не только себя, но и окружающих. Впрочем, об имеющихся противопоказаниях необходимо проконсультироваться непосредственно со специалистами, а не верить слухам и пересудам.